Привет! Я очень сильно люблю Blender за то, что, во-первых, это бесплатный софт, а во-вторых, у него просто огромная и шикарная комьюнити, которая создает огромное количество каких-то расширений, каких-то так называемых аддонов, которые очень сильно упрощают жизнь многим 3D-художникам и, в принципе, людям, которые работают с 3D. И да, в этом видео мы поговорим об аддонах в Blender. Я, наконец-таки, в своем развитии дошла до того момента, когда вот села и начала разбираться в том, какие вообще аддоны есть, что с ними можно делать. Знаете, в первое время, когда я начала разбираться во всем этом многообразии аддонов, я чувствовала себя как в фотошопе, когда накачиваешь огромное количество текстурных кистей, каких-то экшенов, и потом сидишь и думаешь, зачем мне эта кисть в форме гуся и что я буду с ней делать. То же самое, в принципе, чувствовала и я в первое время, но сейчас я немножечко подразобралась, посмотрела, погуглила, поизучала разные видосики. И на данный момент я подобрала для себя несколько аддонов, которые сильно помогают мне уже при создании моих новых работ, которыми, я надеюсь, скоро с вами буду уже делиться. Короче говоря, в этом видео я как раз-таки расскажу про те аддоны, которые помогают создавать мне окружение, которые я считаю очень полезными. Поделюсь названиями этих аддонов и вкратце расскажу о том, что они вообще делают. Напомню, что я в основном создаю именно окружение, поэтому все аддоны будут направлены, скорее всего, именно на него, на создание окружения, и на какой-то быстрый моделинг, который подразумевает то, что по итогу я буду очень много обрабатывать фоточку в фотошопе, просто потому что мне это очень нравится, мне это очень интересно. Так что список моих аддонов все-таки ближе будет 2D-художникам, которые хотят начать изучать 3D, которые хотят узнать какие-нибудь полезные аддоны, как и я, когда вот я сидела и гуглила и думала, что же мне полезного скачать. Надеюсь, это видео вам будет очень полезно, и я предлагаю людям, которые разбираются в 3D, помочь нам сделать это видео еще полезнее, поэтому обязательно в комментарии пишите названия классных аддонов, пишите, что они делают и почему они полезны. Это поможет многим новичкам, в том числе и мне, разобраться еще лучше в этой теме, и может быть найти для себя еще какие-то классные аддоны, которые сильно-сильно помогут ускорить и упростить работу во многих вещах. Так что обязательно оставляйте какой-то комментарий. Если вы не знаете каких-то аддонов, то все равно оставляйте комментарии и смотрите, что напишут другие люди. Это будет очень классно. В любом случае, ваш лайк и комментарий помогают продвижению видео. Но прежде чем мы начнем... Но все мы понимаем, что для работы с 3D-редакторами нужен действительно мощный ПК. В современном мире с дефицитом видеокарт из-за майнеров самостоятельно собрать ПК с хорошими комплектующими будет очень сложно. И я знаю, о чем говорю, потому что очень долго пыталась купить себе видеокарту от NVIDIA 30 серии, и все безуспешно. Но если ты хочешь приобрести себе мощный ПК с лучшими комплектующими, тогда на помощь тебе придет HyperPC. Самое крутое для нас, как для креаторов, это то, что у HyperPC есть специальная линейка для работы и творчества ProStudio. Эти устройства прошли сертификацию NVIDIA RTX Studio, а это значит, что они идеально подходят для обработки фото, 3D-моделирования, монтажа видео и многого другого. Получается целая универсальная машина, на которой можно и модельку зарендерить, и с друзьями во все самые новые игры погонять. Конечно же, самое главное преимущество HyperPC Studio – графический процессор NVIDIA RTX, который ускоряет работу более 50 приложений для создания контента. Эти видеокарты обеспечивают непревзойденную мощность для беспрецедентной свободы творчества. С ними работа с контентом станет быстрее и проще. А драйвера NVIDIA Studio обеспечивают бесперебойную работу с контентом и отслеживают обновления более 200 приложений, в том числе по от Adobe, Autodesk, Maxon и Unity. Компьютеры HyperPC Pro Studio идеально подходят как для творчества и создания контента, так и для стриминга и игр с друзьями. Гармоническое сочетание комплектующих и оптимизированное ПО позволяют с уверенностью говорить о том, что эти ПК станут оптимальным выбором для творчества и профессий, связанных с созданием контента. Но и отдельно хочется отметить невероятно крутой внешний вид ПК, который вряд ли оставит вас равнодушным. Обязательно ознакомьтесь с линейным рядом и преимуществами, которые предоставляет HyperPC. Ссылочка на модели Pro Studio будет в описании. Ну а мы начинаем. Наверное, я сразу предупрежу, что в этом видео нет какого-то топа. Я лишь перечисляю аддоны и говорю, почему считаю тот или иной аддон полезным и почему использую его конкретно я. Понятное дело, что большинство аддонов платные, но мне кажется, это нормально платить за действительно полезные вещи. Ссылочки на все аддоны я оставлю, скорее всего, в закрепленном комментарии, а названия обязательно будут и в описании, и в закрепленном комментарии, так что читайте. Повторю, здесь нет какого-то ранжирования или топа, я лишь буду называть аддоны. Так что первый и второй не имеют значения. Итак, наверное, самое важное, что я искала, когда поняла, что хочу 3D-шить какой-то environment, какое-то окружение, это аддон, который помогал бы мне генерить растения, траву, покрывать какие-то огромные площади с массивами травы и разной растительности. Я очень долго думала, какой аддон все-таки выбрать, и я остановилась на скеттере. Да, я сейчас понимаю, что из-за того, что вышла версия с геометрическими нодами, немножечко, возможно, система частиц уже устаревает, но, опережая всех людей, которые напишут об этом в комментарии, скажу, что скеттер скоро обновится до пятой версии, которая будет учитывать систему геометрических нод. Версия, по словам автора, должна выйти вроде бы или 21-го, или 1-го ноября 2021-го года, то есть скоро уже скеттер обновится под геометрические ноды, что значит, что в будущих версиях тоже будет классно работать. И, наверное, по кроме того, что за скеттер, что он вообще делает. Он распределяет частицы по поверхности, учитывая разные вообще свойства поверхности, учитывая разные маски, которые сам скеттер предоставляет. Они в аддоне называют это биомами, там изначально есть различные покрытия, которые ты можешь использовать и применять уже к своей модели. И тут важным преимуществом для меня являлось то, что у скеттера есть встроенная библиотека с какими-то уже готовыми растениями, какой-то травкой, которую можно сразу накидывать на плейн, например, и выставлять уже свет, и они все классно. Также в скеттере есть различные алгоритмы, которые помогают упростить вообще просчет, потому что, понятное дело, когда ты генерируешь там 10 тысяч травинок, у всех начинает лагать. Поэтому тут есть система лот, которая делает объекты не такими детальными в твоем випорте, но потом на рендере все это становится более детальным и более классным. В целом, как раз-таки, скеттер помогает распределить различные объекты по поверхности. Даже можно не траву использовать, потому что это как раз-таки система, которая генерирует вот это вот распределение, и очень классно я бы посмотрела, как будет это уже работать с обновлением под геометрические ноды. Интересно будет на это посмотреть, но в данной ситуации сейчас я использую скеттер под генерацию травы и распределение ее по поверхности объекта. Также здесь хотелось бы сразу отметить второй аддон, который, к сожалению, я пока еще не приобрела. Это ботаник. Это как раз-таки библиотека, просто огромная библиотека растений, всякой растительности, всякой травы, всяких деревьев. И мне очень хочется ее приобрести, потому что вот у меня будет целая сразу пачка готовых объектов, которые я могу выбирать, выставлять. Самое главное, что в ботанике растения поддерживают анимацию, то есть если я в дальнейшем захочу как-то анимировать все эти кустики деревья, у меня будет такая возможность, и это очень классно. Так что ботаник — это тот аддон, который я в ближайшее время точно хочу приобрести, пока, к сожалению, этого не сделала. Но если вот вам интересен как раз-таки аддон, который больше отвечает не за распределение, как скеттер, а именно за библиотеку, которая даст как раз-таки эти материалы в огромном количестве, различные библиотеки с различными растениями, то ботаник точно вам подойдет. Окей, с растительностью понятно, но... А что дальше? Почему вообще выстраивать растительность? По какому плейну? Неужели по прямой поверхности это неинтересно? Нам нужны все-таки наши любимые горы. И для этого нам поможет встроенный аддон в блендере, который, кстати, бесплатный. Это INT Landscapes, и он дает нам возможность генерировать простой какой-то ландшафт сразу с играми, с различными параметрами. Мне кажется, здесь все очень наглядно и понятно. Это действительно очень простой аддон, который помогает очень быстро создать какую-то основу под наше окружение. И это очень классно. Не нужно ничего скульптить. Нажал пару кнопочек, вырул параметры, погенерил несколько седов, и вот. Вот уже готовые горы, которые можно использовать как-то в своей работе. Теперь, наверное, немножечко отойдем от темы именно environment, потому что впереди два просто культовых аддона, которые, мне кажется, чаще всего используются именно в связке. Это Hard Ops и Box Cutter. На самом деле, эти аддоны используются, мне кажется, в принципе, чаще всего в блендере, потому что они очень-очень полезны, особенно если ты моделируешь, моделируешь именно какие-то hard surface детали. Это всякие механизмы, роботы и все тому подобное. И если вот тебе интересен какой-то такой hard surface, то тебе обязательно нужны эти аддоны Hard Ops и Box Cutter. Если Hard Ops — это набор инструментов, которые охватывают моделирование, в том числе какие-то сложные деформации, какие-то более интересные фаски, которые в блендере не всегда работают хорошо встроенно. Помимо моделирования, Hard Ops включает в себя различные инструменты, которые помогают при рендеринге, при одзеркаливании и многом другом. Вообще, это просто огромный массив инструментов для hard surface моделирования. Этот аддон реально очень полезен, если нужно много моделировать. Box Cutter — это именно как раз-таки такой резак, который будет только резать, но очень хорошо резать. И тут очень похоже, наверное, на 3D Code. Кто пользовался 3D Code, тот поймет. Как раз-таки можно обрезать какие-то объекты, тем самым быстро-быстро моделировать различные детали, различные, в принципе, объекты. Также для быстрого моделирования есть еще один классный аддон, называется Quick Shape. И это аддон, который позволяет создавать 3D-объекты из нарисованной тобой фигуры. И это очень классно, особенно когда ты художник, и хочешь набросать какие-то быстренько объекты в сцену, какие-то болванки, которые в дальнейшем или ты детально доработаешь, или уже в Photoshop пойдешь и обрисуешь. Поэтому аддон Quick Shape с этим просто идеально справляется, тоже имеет большой-большой функционал, который включает в себя различные трансформации, созданные вот тобой геометрией. Так что обязательно посмотри, изучи. Возможно, тебе он пригодится. Также есть аддон быстрого текстурирования, который помогает быстро работать с текстурированием объекта, причем с таким простым текстурированием. То есть он автоматически создает и управляет нодами по какому-то определенному принципу, по одному выбранному изображению. И это очень удобно, очень экономит время. Когда ты художник, которому нужно быстренько накидать текстуры, разные масочки, все это именно с быстрым текстурированием классно работает. И в дальнейшем можно там загружать в Photoshop, доделывать, обрабатывать. Во. Ну и смотрите, какой уже крутой пак получается. Мы можем что-то быстренько и намоделить, и затекстурировать, да еще и сразу ландшафт какой-то сгенерировать. И растительностью его покрыть, причем не нужно ничего моделировать и текстурировать в плане растительности. И тут, что нам остается, конечно же, какое-то крутое освещение. И я нашла аддон, который эмулирует физическое освещение и атмосферу. И тут моя душенька просто ликовала. Я, как любитель воздушной перспективы, просто офигела, потому что этот аддон на физическом уровне просчитывает плотность воздуха, просчитывает, как свет будет ложиться по отношению к плотности воздуха. По факту, реально физические расчеты происходят, которые делают красивую и реалистичную картинку. Этот аддон наполняет нашу сцену в блендере тем самым воздухом, который имеет свою плотность, в зависимости от того, где он находится. Внизу он будет, конечно же, плотнее, выше он будет более разряженным. И в зависимости от этого, по физическим законам, будет просчитываться, как будет проходить через него свет. Также этот аддон просто сразу генерирует шикарное небо, в том числе в последних обновлениях. Добавили генерацию облаков, что очень классно. Также настраивая угол какой-то солнца, можно настроить его размер, можно добавить звезды, увеличить их количество. В общем, все-все-все это настраивается. И самое интересное, есть как раз готовые пресеты, например, под Марс или под Землю. Или же можно настроить вообще абсолютно другие звезды, не солнце, а что-либо другое. Это очень классно для любителей делать какой-нибудь сайфай инопланетный, делать просто шикарное. Филистичное небо и шикарную атмосферу дорогого стоит. Это все интересные аддоны, которые я нашла на данный момент, и которые начинаю активно использовать в своих работах. Надеюсь, было интересно узнать такой списочек от меня. И повторюсь, если вы знаете какие-то еще крутые и интересные аддоны, обязательно пишите об этом в комментариях, потому что и мне, и другим ребятам, которые смотрят этот ролик, и, возможно, только начинают разбираться в блендере, будет очень интересно почитать. Так что бегом в комментарии. Если вам интересны подобные видео, если вам нравится смотреть какой-то контент по 3D от меня, обязательно ставьте лайк. Это показывает мне, что ролики такие актуальны. И пишите комментарии, да, конечно же. Ух, байты на комментарии, наше все. Также хочу вам сказать большое спасибо за просмотр, ну и, конечно же, до встречи в следующем видео. А планируется еще много интересного, так что не пропускай. Пока!